На этой неделе, которая посвящена страстям Христовым, мы призваны глубже и сконцентрированно подумать о тех делах, которые совершает Бог. И в том числе нам нужно с вами заглянуть в свое сердце, в свой ум, как мы воспринимаем эти дела Божьи, как мы на них реагируем. И вот для того, чтобы подумать об этом, мы можем вспомнить слова, которые кричали жители Иерусалима в Великую Пятницу «Распни! Распни Его!». Хотя совсем недавно они восклицали «Оссанна Вышних благословен гряды во имя Господне!». У меня всегда занимает эта реакция жителей Иерусалима. Всегда, каждый год, каждый раз, когда я читаю это Евангелие, рассказ об этом, то задаюсь вопросом, почему так происходит? И легче всего сразу же осудить людей за маловерие, за их перемену чувств, настроения. Но сам Господь, когда слышит поругание, оскорбление в свой адрес, уже находясь на кресте и страдая, говорит такие удивительные слова. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Эти слова Спасителя заставляют серьезно задуматься, как сам Бог оценивает эту реакцию жителей Иерусалима. Он говорит в молитве своему отцу о том, что они не ведают, что творят. Действительно, в этом и состоит драма. Люди не ведают, что они творят. Из всего предыдущего опыта и истории Израиля, израильского народа, никогда израильский народ не встречался с таким образом действия Бога. Они знали о том, как Бог защищал израильский народ силой, с мощью. О том, как Он карал, наказывал злодеев, Бог всегда являлся в силе. Да, Его пророки, Его посланцы подвергались избиениям, поруганиям, убийствам. Но это были люди. И никто себе не мог представить, что если Бог пришел бы на землю, что Он мог претерпеть поруганье и смерть и отдать Себя в руки своих врагов, это было немыслимо и непонятно, неведомо для жителей Иерусалима. Напротив, когда они Его встречали возгласами осанновышних, они надеялись, что пришел помазанник Божий, который устранит своих врагов, который установит свое царство, который покорит Ему все народы, и вдруг Он, Иисус, отдает Себя в руки заговорщикам, своим врагам, без боя, без сопротивления, добровольно, Он не показывает никакое чудо, не проявляет никакой силы, видимой. И люди этого не понимают. И людям кажется, что Он явился обманщиком, что Он обманул их ожидания. И потому, может быть, от этого разочарования, от этой боли, и они кричат теперь, с таким наслаждением, упоением, распни Его. И в этом, может быть, в том, что Бог творит неведомое доселе, новое, может быть, есть какое-то понимание того, что происходит с жителем Иерусалима. Мы часто в нашей жизни так же себя ведем. Когда мы чего-то ожидаем, что-то в нашей голове есть какое-то представление о действиях Божьих, и они исполняются, и все идет в согласии с этим представлением, то мы уверяемся в помощи Божьей, в Его силе, в Его существовании. Но вдруг, если что-то идет не так, как мы думали, не так, как мы надеялись, не так, как мы рассчитывали, то мы считаем, что наша вера посрамлена, что Бог отошел от нас, что мы Ему не нужны, что Он нас не любит, начинаем роптать, начинаем не принимать того, что Бог делает для нас, и отвергаем Его. Мы тоже впадаем в ту же самую ошибку, которую впадали люди в Иерусалиме. Но что же нас может уберечь от этой ошибки? Что же может спасти нас? И что могло спасти тогда людей, иудеев в Иерусалиме? Это та любовь, которую Бог явил в народе израильском. Действительно, даже Пилат, римский гражданин, язычник, разобрав дело, говорит, за какое зло вы хотите его распять? Он не видит зла, которое сотворил Христос. Господь исцелял, Господь воскрешал из мертвых, Господь явил такие силы и такую любовь в израильском народе за время своей проповеди, своей земной жизни. Это был океан любви. И люди разносили вести об этой любви. Но, и она должна была бы людей наставить и сказать, мы не понимаем, что происходит, но ведь Он сколько любви явил. И в их сердце должна была возгореться любовь, и эта любовь должна была оградить людей от злых действий в отношении Господа. Вот мы видим, как апостолы тоже находятся в неком недоумении, они не понимают, что происходит. Один из них захотел защитить Христа, вынув меч, но Господь ему сказал, убери меч. Они рассеялись, они разбежались от страха, но напуганные, тем не менее, они страдали. Они переживали за то, что происходит, потому что в их сердце была любовь. И апостол Петр покаялся, потому что в нем была любовь. А Иуда, напротив, удавился, потому что в нем не было любви. Он не мог пережить того, что происходило, потому что он этого не понимал. И его непониманию содействовало отсутствие любви. Если бы была в нем любовь, то нам на примере апостола Петра показывается, как апостол Петр покаялся, раскаялся в своем поступке, в своем предательстве Христа. Но когда нет любви, то появляется отчаяние, ожесточение, ненависть к тому, от которого ты, может быть, ожидал чего-то. И вот мы видим эту драму. Любовь Господа, которую Он явил, не помогла, не помогла израильскому народу увидеть нечто новое, что Бог никогда раньше не делал, но теперь Он делает. А именно, Он входит в наши страдания. Он входит в то, что люди переживают на земле в массовом порядке. Унижение, страдания, насилие, смерть, позор. То, от чего стонет земля. То, от чего люди плачут и рыдают. И вот Господь, чтобы победить это навеки и навсегда, Он проходит через это. Но это надо понять, это надо осознать. Даже ближайшие ученики, апостолы, несмотря на все научение, которое Господь им преподавал, только потом поймут это, что так мог поступить только Бог. И вот эта тайна, которую можно было тогда опознать только любовью, если ты хранишь в сердце любовь к Богу, если ты ни за что от нее не отвернешься, не откажешься, тогда ты можешь встретить что-то новое, что ты до сих пор никогда не знал, не встречал. Но тебе Бог это показывает. И ты должен это принять и осознать, благо и любовь Божию в этом. Вот точно так же сейчас мы находимся в совершенно беспрецедентных обстоятельствах. Мы не можем быть на Страстной Седмице в храмах. Мы не можем праздновать Пасху в храмах. И от этого наши сердца надрываются. От этого нам очень больно, потому что такого мы никогда не переживали, с нами такого никогда не было. И кто-то спокойно это переносит, кто-то возмущается, кто-то множество слов говорит злых, ненавистных, своим ближним, священнослужителям, иерархием. А нужно одно – просто довериться Богу. Если мы верим в любовь Божью, что она нас не оставляет, значит, нам надо довериться ей. Нам надо принять то, что Господь нам посылает. И в этом будет залог радости. Я уверен, что если мы с любовью, с доверием к Богу, примем те обстоятельства, в которых мы оказались, и будем праздновать праздник в своих домашних церквях, со смирением, с любовью к Господу, не к своему эгоизму. Вот почему я не могу в храм попасть. Что тебя отделяет от Бога? Что может быть препятствием между тобой и Богом? Ничего. Значит, если такова воля Божия, покорись ей, прими ее и празднуй там, где ты находишься. И Господь тебе пошлет благодать. И ты разумеешь промысел Божий, поймешь его от самого Господа. Господь тебя наставит и научит. Почему и зачем это все нужно? Вместо того, чтобы стянать, лить слезы, противиться, критиковать, возмущаться. прими. Вот мы сейчас на месте израильского народа. Будем мы роптать, будем мы возмущаться и присоединяться к этому хору «распни, распни его». Или мы будем просто страдать, мы просто будем, как апостолы, смотреть на это, но сквозь это, это страдание, в нашем сердце будет рождаться воскрешение и любовь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok